Борис Романовский. Дельта. Книга четвёртая. Без будущего. Глава первая. Предупреждение. Ты уверен, мама не решалась принять куб? Да, абсолютно. Держи и стань сильным эвольвером. Мы шли по площади эвольверов. Здесь недавно открылся Эва-фуд-корт. Мирослава и Люда переходили от одного ресторанчика к другому, пробуя кулинарные шедевры известных поваров. Дед очень постарался, привлекая внимание шефов со всего мира. Площадь эвольверов первая объявила о зоне, где всю еду будут готовить из ингредиентов, добытых в изначальном мире. Ладно, сын. Мама с благодарностью посмотрела на меня и взяла куб. Я верну ядро. Лучше отдай его Люде. Усмехнулся я и указал на стейкхаус, в котором Люда и Мирослава уже минут пять ждали свой заказ. Пойдём туда, как раз используешь ядро. Прибыв на площадь эвольверов, я понял, почему Мирослава всегда маскировалась. Нас сразу узнали и попытались окружить восторженные незнакомцы, и если бы не люди деда, пришлось бы спасаться бегством. Нас сопровождало больше десятка телохранителей и столько же полицейских. Но всё равно было шумно. Зеваки фотографировали нас, что-то кричали, спрашивали. Люде первое время было некомфортно от такого внимания. Она заставила бомжика-младшего увеличиться и спряталась на его руках. Подобный фокус вызвал ажиотаж среди зрителей. Полицейским пришлось даже пугать их хлопушками, чтобы нас не задавила толпа. Но потом Мирослава потащила Люду в первый ресторан, гастробар, и девочка сразу же забыла обо всём остальном. С того момента её интересовала только еда. Мы с мамой сели рядом с нетерпеливой Людой и спокойной Мирославой, которая с ангельским терпением позволяла бомжику-младшему играть с её ладонью, облизывать и кусать пальцы, сгибая их и дёргая. Ника тоже была здесь. Она незаметно следовала за нами, влившись в ряды охранников. Я подозвал её к себе, пока мама беседовала с Мирославой. «Как вы и просили, я распространила новости про обезьяну», — с серьёзным видом заговорила Ника. В некоторых крупнейших чатах уже появились сведения о первом человеке, который, став эволюером, превратился в обезьяну. Ника перевела взгляд на планшет и продолжила. Епископ Арсений отреагировал почти сразу и объявил, что превращение в обезьяну ждёт каждого, кто поддался на соблазн и продал душу дьяволу. «Садись, поешь с нами. Потом про это расскажешь». Подозвал я Нику и подал знак официанту, чтобы он добавил в заказ эксклюзивное блюдо, стейк водной свиньи, вожака, которого недавно притащили из изначального мира. Мирослава тоже выбрала этот деликатес. Ника поколебалась, но села. Посмотрела на бомжика-младшего, который пытался засунуть большой палец Мирославы себе в нос. «Он же не человек?» — тихо спросила она почему-то краснее. «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Но людям знать об этом не обязательно. Ты подготовила самолёт до Брюсселя?» «Да, через два часа можно будет отправляться». «Отлично». После того, как Чёрный написал мне, я изменил планы, решил отдать ему долг при встрече. Лучше пусть кто-то из синдиката позже получит ядро. Ничего страшного в этом нет. «Сын, а ядро какого монстра ты мне дал?» Мама подняла на меня глаза. Пока мы с Никой говорили, она использовала ядро. Под камерами дронов её алая татуировка треугольника приобрела ещё одну точку на вершине. Мама взошла на следующую ступень эволюции, стала человеком сильным. Уверен, сеть уже бурлит. Ядро гравитационного медведя, пожал я плечами. «А что? Какой навык открылся?» Мама чуть наклонилась и прошептала. «Вспышка! Телепортация на короткие расстояния!» Нас защищали и вольверы, и никто подслушать не смог бы при всём желании. Но мама всё равно произнесла название способностей едва слышно. «Я приподнял брови». Вспышка – очень редкий навык для тех ядерных атомосов, кому выпала манипуляция светом. В прошлой жизни у мамы была другая способность – испепеление. Используя второй навык – контроль, мама достигла невероятных высот в управлении светом. Она была виртуозом стихии, её талантом восхищались сильнейшие эвольверы. Даже Парамаханса, владыка ветра, признавал её гений и считал маму одного с собой уровня. Роза Вавилонская была тем уникальным случаем, когда эвольвер сражается сразу во всех диапазонах – на близкой дистанции, средней и дальней. Но сейчас, со вспышкой, её атакующий потенциал снизится, но мобильность увеличится в разы, а в сражении насмерть скорость гораздо полезнее силы. Мама определённо будет опаснее, чем в прошлой жизни, но почему у неё изменился навык? Неужели при прорыве к сильному эвольверу разброс возможных способностей шире? Надо проверить, как у остальных с этим будет. Пока я думал, мама приблизилась ко мне и поцеловала в щёку. «Спасибо», – прошептала она. В этот момент принесли еду. Перед Мирославой поставили тарелку с розово-фиолетовым стейком, над которым вился порог, а перед Людой – куриное бедро размерами с её предплечье. «Курочка!» – сатанинским голосом прорычала Люда, схватила свою порцию и вгрызлась в мясо. Официант покосился на неё и ушёл. Наш с мамой заказ принесут чуть позже, он пока готовится. «Люда, ты обезьяна?» – насмешливо спросил я. Вся измазанная в соусе девочка зыркнула на меня и не ответила, продолжая жевать. «Ты совсем не похожа на леди», – не отставал я. «Сейчас ты больше напоминаешь хряка. Смотри, как Мирослава ест. Аккуратно, как воспитанная девочка». После моих слов мама, Ника и Люда уставились на Мирославу, а за ними и все посетители ресторана за столиками рядом с нашим. Мирослава покраснела от такого внимания. Она сидела с прямой спиной и аккуратно резала мясо, держа приборы по правилам этикета. «Я не хряк», – Люда неохотно положила бедро на тарелку и взяла жирными ладонями нож и вилку. «Вам звонит Лианг», – Ника протянула мне смартфон. Я принял его и вышел из-за стола. «Привет!» – Лианг явно был чем-то взволнован. «У меня к тебе просьба». «Слушаю, я с интересом наблюдал, как Люда режет кость ножом. При этом нож явно не справлялся. Люда, как слабый эволювер, могла похвастаться немалой силой. А бедро явно принадлежало вожаку. «Можешь дать мне ядро одной из бабочек?» – Лианг звучно сглотнул. «Обещаю, что потом помогу тебе добыть еще много ядер». «Ядро радиационной бабочки?» – сразу понял я, к чему он клонит. «Да, для Яньлин». «Не могу», – с сожалением ответил я. «Все три ядра были использованы почти сразу. Могу предложить ядро другого разумного». «А, точно. Хорошо, давай. Там же нет особой разницы, вроде». «Ладно, жди, сегодня Ника доставит. Спасибо». Я отключился. Вот и еще одно ядро растаяло. Но отказать Лиангу я не мог. Он сыграл ключевой роль в охоте на бабочек и заслуживает своей доли. В итоге для синдиката осталось три ядра. Тоже неплохо. Когда я вернулся к столу, Люда недовольно пыталась вилкой подцепить мясо с расчлененного бедра. Несчастный нож лежал рядом. Его некогда зубчатое лезвие превратилось в согнутую гладкую полоску. «Молодец!» – похвалил я ее. «Но зачем ты кость порезала? Будешь есть ее? И почему не умылась? Смотри на Мирославу, вон какая она!» «Не надо на меня смотреть!» – выпалила Мирослава. «Ой, прости, что перебила». «В общем, Люда, ты теперь будешь учиться этикету, а то в звереныша превращаешься». «Не хочу учиться!» – буркнула Люда. «Пусть бомжики учатся, они вообще ничего не умеют». Младший возмущенно посмотрел на свою подругу, которая так легко его предала. Старший отнесся к поступку Люды безразлично. На то он и старший, самый мудрый среди этой троицы. «Ну ладно», – махнул я рукой. «Делай, что хочешь. Оставайся обезьяной, если тебе нравится». «Я не обезьяна». «Ника, у меня для тебя задание. Отойдем?» – я посмотрел на секретаря. Только сейчас мне и ей принесли еду, и Ника не сводила глаз с дымящейся тарелки. Но после моего оклика она сразу же поднялась. «Доставь это Лиангу сегодня. Потом езжай в Брюссель, я буду там. Как поедим, отправимся в дорогу». Поняла. Ника приняла ядро, которое я вытащил из сумки. «Отлично. Пойдем, попробуем стейк из вожака». «Я не обезьяна», – заявила Люда, когда я сел. «У меня нет хвоста, и волосы на лице не растут». «Ты слышала, что люди произошли от обезьян?» Я надавил ножом на мясо, и он прошел сквозь него легко, как будто резал... «Я не отбрюс» «Вообщество», «Я не отбрюс» «У меня нет хвоста, и я подозревал. Я еду к тебе-то.